Я вас приветствую, друзья! Как обычно, у меня для вас самая новьёс интернет-магазина Xiaomi Yupin. И сегодня в моих руках новый погружной блендер мощностью 420 Вт от компании-партнёра Xiaomi Q-Cooker. Комплект поставки довольно стандартен. Собственно, сам блендер, мельничка с крышкой и установленными ножами, насадка-измельчитель, насадка-венчик с переходником для него, дополнительный высокий стакан, кронштейн для удобного хранения вышеперечисленного и инструкция на китайском языке. Блендер выполнен из белого матового пластика с декоративными металлическими вставками. Кабель питания длиной полтора метра с китайской вилкой несъёмный, встроен в корпус. Держать блендер в руке комфортно. Кнопки управления удобно расположены и легко нажимаются одним пальцем руки. Всего кнопок две. Одна включает стандартный режим, вторая – турбо. Перепутать сложно, они подписаны. В турбо-режиме встроенный двигатель мощностью 420 Вт позволяет достичь скорости вращения насадки до 12500 оборотов в минуту. Этого хватит, чтобы перемолоть всё, что вы в него загрузите. Уровень шума при этом приемлемый, не громче аналога. Соединяется блендер с насадками очень просто, без особых хитростей. Никаких кнопок или замков. Вставляем в нужную насадку и всё. В месте соединения никаких люфтов или зазоров. Насадки, можно сказать, классические. Стандартный измельчитель с металлическими ножами. Использовать можно по-разному. Чаще всего применяется для измельчения овощей и фруктов. Вторая штатная насадка – это венчик. Присоединяется к блендеру через пластиковый переходник. Для перемалывания мяса и не только используется так называемая мельничка. Это невысокая чаша, в которую устанавливаются ножи. Они находятся на прочной пластиковой основе, заточены очень хорошо. Но, как и в случае с металлической насадкой-измельчителем, производитель китайским по-белому написал, использовать блендер для перемалывания льда и твёрдых сухих продуктов не рекомендуется. Ножи затупятся и придут в негодность, хотя мощности, казалось бы, должно хватать. Ну да ладно. Все материалы, из которых изготовлен блендер, в местах непосредственного контакта с продуктами безопасны для здоровья. Металлические элементы выполнены из нержавеющей пищевой 304-й стали, а пластик не содержит вредного бисфенола. Пластиковая тара, помимо всего прочего, не имеет запаха, устойчива к деформации и высоким температурам. А значит, приготовить пюре из свежесваренного горяченького мяса или картошки, например, не проблема. Из прикольных особенностей блендера могу отметить наличие в комплекте кронштейна держателя для удобного размещения на нём насадок. Вечная проблема, насадки лежат где попало, а тут всё в одном месте, аккуратно и компактно. Подытожив, могу сказать, блендер однозначно удался. Симпатичный дизайн, качественные материалы, неплохие характеристики за свою цену и простота в использовании без лишних наворотов. Что ещё нужно? Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете об этой новинке, подписывайтесь на канал и обязательно ставьте лайки. Вам не жалко, мне приятно. Всем пока, всех обнял.